Сегодня во всех образовательных учреждениях Ульяновского региона прошли антитеррористические учения. Детям напомнили, как вести себя при угрозе и на практике отработали с педагогами, учащимися и охраной действия при ЧАЭС. Ксения Грищенко побывала в одной из школ в момент учений. Учебное утро в школах всего региона в этот день начинается с нестандартной ситуации. 31-я школа, вооруженное нападение на школу, охранник Даниленко. Тревожное оповещение срабатывает тут же. Ребята и учителя в классах баррикадируют двери и складывают в углу стену из парт, устраиваясь за ними. К таким действиям с недавних пор приучают всех школьников. Дети должны знать, что делать в условиях угрозы. Нам все объясняли на уроках ОБЖ, на уроках о важном. Нам показывали видеоролики. Баррикадировались не зря. Террористы, ранив охрану, направляются по учебным классам, пытаясь открыть двери. Через несколько минут после вызова в школе появляются силовики. Террористов обезвреживают на одном из этажей. Стоять на месте, разглаживая, открывая огонь! Бросая оружие! Еще один этап тренировочного процесса – обнаружение подозрительного предмета. Силовики проверяют все этажи и находят сверток в неприметном месте, под цветочным горшком. Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение! Начинается эвакуация. Учащиеся с педагогами группируются возле пожарных выходов. Школьный двор заполняется детворой. Но и это еще не все. После того, как учителям поступает информация об эвакуации, они вместе с детьми за считанные минуты должны не просто разбаррикадировать свои классы, учебные комнаты, но и выбежать за территорию школы. Там ребят встречают сотрудники МЧС и другие службы. Такая тренировка в конце учебного года перед началом летних каникул нужна всем участникам процесса – и детям, и работникам образовательных учреждений, и всем службам, которые должны устранять ЧС. Сейчас оценим действия в конце, как действовали ребята, может, разберем какие-то ошибки, соответственно, чтобы в дальнейшем служебной деятельности применять их и не допускать. Потому что каждый объект разный и своеобразный, и ситуации могут по-разному развиваться на каждом объекте. Для ребят такая отработка навыков при ЧС уже не игра. Каждый понимает, что похожая ситуация может произойти в жизни, и такую тренировку, в отличие от теории, запомнить проще. Попробовать себя на практике всегда интересно. От теории практики тому, что запоминается лучше, когда ты практически к чему-то подходишь. За один день 600 образовательных организаций Ульяновской области приняли участие в учениях. Впереди лето и массовый отдых в лагерях. И пока одни будут наслаждаться каникулами, другие – улучшать систему безопасности по всему региону. Нашим губернатором Алексеем Юрьевичем были приняты достаточно серьезные меры финансового порядка. Наша задача – уже реализовать программу порядка 370 миллионов на три года. У нас есть детальный анализ в разрезе каждого образовательного учреждения. На три года мы эту задачу закроем полностью. Продолжат установку ограждений и видеонаблюдения по периметрам школ. Оснастят все учреждения системой пожарного оповещения. Усилятся и прочие меры безопасности. Ксения Грещенко, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.